Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Ешь, молись, люби» 2010 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Путешествие Гектора в поисках счастья 2014 года Гектор – немного эксцентричный, но ужасно обаятельный лондонский психиатр, пребывает в состоянии кризиса, вызванного тем, что его пациенты не становятся счастливее. Несмотря на все его усилия. И однажды Гектор решается самолично отправиться в путешествие по всему свету, чтобы узнать, существует ли счастье вообще, и что еще важнее, существует ли оно для него самого. Дикая 2014 года В центре сюжета Шерилл Стрейд, раздавленная неудавшимся браком и смертью матери, и потерявшая всякую надежду на счастье женщина, отправляется в пешее странствие по территории Пацифик Крест Трейл, маршруту по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и каскадных гор. Испытания, выпавшие в этом опасном одиночном путешествии на долю героини, неминуемо исцеляют ее от душевных страданий, но процесс этот будет отнюдь не безболезненным. Отель Мэри Голд, лучший из экзотических, 2011 года Фильм повествует о группе британских пенсионеров, которые решили удалиться на покой, в менее затратную по расходам и гораздо более экзотическую Индию. Соблазнившись рекламой о заново восстановленном отеле Мэри Голд и в предвкушении жизни полной удовольствия и безделия, они прибывают на место, только чтобы обнаружить, что отель на самом деле представляет собой лишь бледную тень своего былого величия. Но несмотря на то, что окружающая обстановка далека от той роскоши, которую они себе представляли, совместные приключения бесповоротно меняют каждого из них, и они осознают, что можно начать жить заново и найти любовь, если отпустить прошлое. Ларри Краун, 2011 года До своего увольнения приветливый и любезный Ларри Краун был преуспевающим командным руководителем крупной компании, в которой он работал после службы на флоте. Под тяжестью ипотеки и будучи в неясности от того, что делать с внезапно появившимися свободными днями, Ларри направляется в местный колледж, чтобы начать все сначала. Письма к Джульетте, 2010 года Верона – город любви, родина Ромео и Джульетты, навсегда меняет жизни тех, кто ступает на ее улицы. Молодая американка София оказывается в Вероне в группе волонтеров, отвечающих на письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает письмо, затерявшееся с начала 60-х, в котором некая Клэр Смив пишет о своей безумной любви. Расстроганная София разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Респектабельный внук, сопровождающий леди в поездке, против авантюрной идеи, но ему очень нравится София. Вики Кристина Барселона, 2008 года Две молодые американки Вики и Кристина проводят свои летние каникулы в Барселоне и совершенно очарованы этим городом, а также одним молодым художником по имени Антонио. Вики старомодна и настроена на серьезные отношения, ухаживания, свидания и свадебную фату в финале. Кристина сексуально раскрепощена, раскована и привлекательна в своей бунтарской сущности. Антонио не может определиться, его привлекают обе девушки. Отношения в любовном треугольнике становятся все более запутанными, а тут еще в игру вступает бывшая жена Антонио, обладающая весьма взрывным темпераментом и похоже на то, что она не до конца отказалась от своих прав на бывшего мужа. Хороший год 2006 года Воротила лондонской фондовой биржи, безумно умный, удачливый менеджер и по совместительству большой зануда наследует винодельну в Провансе. По прибытии во Францию он обнаруживает, что кроме него есть еще люди, претендующие на его законную собственность. Цепочка невероятных событий и открытий заставит его по-новому взглянуть на истинные ценности этого мира. Под солнцем Тосканы 2003 года Тяжело переживая развод с мужем, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий, опустошенная и разбитая. Фрэнсис все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо. Ласковое южное солнце пробуждает в очарованной красотой Тосканы страстное желание начать новую жизнь именно здесь, в этом теплом и дружелюбном краю. Первым делом она покупает себе старинную виллу, вторым заводит новые знакомства, и она еще не ведает, что третья вскоре найдет ее само, и это будет новая, всепоглощающая любовь. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!